Лето в Зените, значит, уборка сельскохозяйственных культур не спиняет темпов. Утымлику гороху, який едет на усиме любимые консервы. Его выросшивание – справа специфичная. Раслина потребует пильного догляду и клопоту. Наша здымечная бригада наведала к Субрылёва. Об том, как все лето идут справы с уборкой и консервованием гороху, наш наступный сюжет. Боротьба за уроджай гороху и здесь пякотная. И в промым, и в пероносном сенсе. Высокая температура поветра и засуха негативно уплывают на уродливость культуры. Ливни, які ранее обрушились на краину, не полепшили становища. Процелники предприемства вытискают ситуацию все махчимое. Тяжело работать. Работаем с 6 утра до 10, до 11 вечера. Каждый день без выходных. Тым не менш, бролевские аграры оптимизму не страчивают. Не глядячи на неспраяльные умовы, все лето есть усе шансы утримать покашики минулого года. Системы поливу допомогут не допустить адмовной динамики. В прошлом году мы получили 730 тонн. Вполне возможно, скорее всего, мы в этом году получим тоже. Конечно, хотели, надеялись весной, что хотя бы около 1000 тонн. Но, видите, ну никак, погодные условия нам не позволяют. При этом по якости селетний горох лепши за минулогодние. Тому бролевая еще порадует пожилцов смачной и корыстной продукцией. Попляч с родовыми працавниками горох консервуют студенты с вытворчого отраду. У такий час допомога молодзи вельми даредше. Они стараются, мы их стажируем предварительно. И поэтому не отстают от наших профессиональных рабочих. И помогают нам. Это каждый сезон у нас так получается. Спасибо им большое. У 2019 году завод выпустил около 2,5 млн банок консервованного гороху. На предприемстве стверждают, селета продукции будет не меньше. Есть навод подставы различовать на перевышение личбы в минулого сезону. Миколай Скинтиян, Валера Гапанько, Телерадио, компания Гомель.